Добрый день, дорогие зрители телеканала Улправда ТВ, меня зовут Дарья Сударева и вы смотрите программу Актуальное интервью. Сегодня мы поговорим о новых ветеринарных правилах, которые вступают в силу с 1 марта 2024 года. В студию мы пригласили начальника инспекции по ветеринарии и безопасности продовольствия Сергея Фирсова и заместителя руководителя агентства ветеринарии Ульяновской области Александра Жданова. Здравствуйте. Добрый день. Ну, такое большое у нас новое правило вводится в Ульяновской области и, в принципе, по всей России. На законодательном уровне всех аграриев обязали провести маркировку и учет сельскохозяйственных животных. Первый, самый основной вопрос, цели данной новой программы, для чего это все нужно? Давайте я, наверное, начну. Да, действительно, в прошлом году у нас вышел ряд нормативных актов, которые обязывают аграриев ввести обязательную маркировку скота и его учет. Дальше я скажу, какие это нормативные акты, но цель, она простая. Это объективный учет по голове животных, в первую очередь. Это прослеживание перемещений скота в целях обеспечения эпизодической благополучия территории, то есть откуда поступает к нам скот, дабы предотвратить его появление у нас на территории региона. И также выявление источников путей, откуда он появился, и путей распространения. Известный лозунг, отстойло к столу, он как бы должен заработать, потому что на сегодняшний день продукция, она должна быть прослежена от рождения теленка-поросенка и до столов потребителей, пищевой продукции, когда она к нам поступает, должна быть вся цепочка прослежена. Учет животных он был всегда, племенной или в хозяйстве он был всегда, поэтому что нового, он появился, сейчас он становится цифровым и прозрачным. Учет животных происходит в системе, в государственной инфрационной системе в области ветеринарии. Правительством, да, вот как вы и сказали, первый закон о ветеринарии, который обязывает маркировать животных, статья 19. В прошлом году вышли правила, постановление правительства номер 550, который определяет виды животных, которые подлежат маркированию учету, а также их сроки. В прошлом году, в конце ноября, вышли у нас ветеринарные правила учета животных, которые вступают в законную силу с 1 марта 2024 года. И к концу, к 1 сентября 2024 года мы должны в систему внести индивидуальным способом крупный рогатый скот в полном объеме, это свиньи. И в промышленном секторе это птица и лошади. Давайте подробнее о самих животных. Кто должен, кого мы должны вносить в эту систему? Это только юридические лица, вот как это подразумевается? Либо это любые владельцы коровы в деревнях? Как я уже говорил, вносим всех животных, то есть каждому животному присваивается уникальный номер в системе, который, почему он уникальный, он единственный будет в Российской Федерации, он создает систему автоматически. И на каждой, как я говорил, есть индивидуальная маркировка, есть групповая. То есть индивидуальная, это крупный рогатый скот, это каждому, каждому корове, каждому теленку бирка присваивается. Групповая маркировка, она прозумевает, это группа животных. То есть если индивидуальная на каждое животное, то групповая, она обозначает помещение, либо это станок какой-то помещения. Если, например, житель Ульяновской области растит корову чисто для себя и для своих нужд, в дальнейшем не реализовывая мясо куда-то, тоже нужно маркировать? Обязанность любого владельца, независимо от формы собственности, производить маркирование животных с помощью государственной ветеринарной службы будет производиться учет. Как бы, поясню немножечко, как бы добавлю, Александра, владелец животных может маркировать любым способом доступным, то есть вешать бирку, вешать ошейник, вешать, ставить микрочип или там использовать болицу для преджелудков. Это право его выбора. Единственное, Александр сказал, как бы правильно, по правилам маркирования на этом средстве маркирования должен быть нанесен уникальный номер, то есть он один, по всей Российской Федерации. Ну, как вот по человеку, вот у меня есть СНИЛС, у вас есть СНИЛС, соответственно, только по нашему СНИЛСу не может им воспользоваться. По этому номеру в Федеральной государственной информационной системе есть компонент Хариот, будет создана карточка животного, в этой карточке животного будут вноситься определенные, ну, по ветеринарным правилам мы должны внести определенные разделы. То есть биологический вид, корова, лошадь, пол, возраст или диапазон возраста, потому что иногда сложно сказать именно точные даты, когда рождение. Сведения о родителях, масть, сведения о средствах маркирования, где оно закреплено, то есть это бирка. Ну, в основном, как бы мы сейчас вот работаем по крупнорогатому скоту, по свиньям, как бы, как самый простой и доступный вариант, это ставить будем бирки. А если речь будет идти о деинтификации групповым способом, потому что, ну, тоже есть, допускается такой вид маркирования, допустим, по тем же пчелам. Пчелы у нас тоже будут прилежать, но гораздо, гораздо позже, в 2025 году. То для группового способа будет вывешиваться табло, табличка, на которой будут нанесены все необходимые сведения, согласно вот этих ветеринарных правил, и которые будут закрепляться, эта табличка, на стены помещения, в котором содержатся эти животные. Вот если, чтобы ветеринарные службы занесли животного в специальную программу, что нужно, не знаю, какие документы подготовить, какую информацию отправить вам, хозяину этого животного? Как вот закон прописывает, то есть, какие животные вносят, ну, право наступает внесение, то есть это рождение животных, либо возовоз. То есть в течение 30 дней владелец должен сначала промаркировать животных, поставить бирку, и в течение 5 дней любым доступным способом к нам обратиться в ветеринарную службу, и чтобы мы провели учет этого животного в системе. То есть он нам, о чем сейчас Сергей сказал, то есть сначала он нам предоставляет данные о виде поля животных, где он, место его рождения и так далее, полностью нам дают, любым доступным способом, и мы уже в систему заносим. А если там животное заболело, умерло, как вот тоже все это регулируется? Тоже владелец должен сообщить, куда у него дело животное. То есть как оно выполнено? Также правилом оговариваются сроки, 5 дней ему дается на то, что выполнить это. И 3 дня дается ветеринарному врачу, специалисту государственной ветеринарной службы, чтобы непосредственно в этой информационной системе он произвел такие-то действия. на перемещение животного. На сегодняшний день полномочия в системе работать пока только у специалистов государственной ветеринарной службы. В дальнейшем, как говорят разработчики системы, то есть будет дан доступ и ветврачам, которые находятся в сельхозорганизациях. То есть они также могут... То есть уже сами врачи будут... То есть они видят внутри движения скота, и они сами будут уже данные заносить. Скажите, а ведется какой-то либо со стороны ветеринарных служб учет? Ну вот, например, в какое-то юридическое лицо занесло вам определенное количество коров. Вот выезжаете ли вы к нему на место проверить, исполнили ли в точности такое же количество коров, которые он вам сказал, или все-таки что-то не то? Давайте начнем с того, что мы пока как бы приступили еще к этой работе, и обязанность у владельцев правила уступать силы с 1 марта. Не дожидаясь этого, определенная работа уже проводится, и на самом деле она очень значительная. Я как бы озвучу, по крупному рогатому скоту в целом по области мы уже индивидуально промаркировали и занесли в систему более 40 тысяч голов крупного рогатого скота. Это по всем видам животных. Более 160 тысяч голов свиней занесли. Более 50 процентов лошадей. То есть эта работа идет как бы поэтапно, и я думаю, что именно по крупно рогатому скоту, по свиньям, по птице, по лошадям, которые находятся в промышленном секторе, у нас как бы вопросов возникнуть не должно. То есть мы до 1 сентября всю эту работу должны осилить. Вопрос, конечно, будет стоять в том, что мало того, что занести в эту систему, но потом надо следить за этими перемещениями. И не всегда государственная ветеринарная служба может. Поэтому здесь законодательно определено, что владелец несет ответственность за ту информацию, которую он нам, во-первых, представляет и которую в идеале он не должен от нас утаивать. То есть он должен сообщать о своих действиях. Ну, продал он эту коровенку. То есть в принципе система устроена таким образом, потому что редактировать сведения достаточно легко в этой системе. Для ветерана-врача труда работать в ней не составляет в любом случае. То есть мы можем оформлять и перемещение, если владелец продал другому, то есть перерегистрировать этих животных. Все это как бы хорошо. Кроме того, что на сегодняшний момент некоторые крупные наши сельхозпредприятия, они имеют свои информационные системы, где они, значит, особенно племенные предприятия. И в ближайшее время у них появится возможность, появится доступ благодаря открытым шлюзам. Разработчики так предусмотрели это, что они свои сведения, которые находятся в их инфекционной системе, могут свободно перенести в хориот. Далее еще у нас много компонентов федеральной инфекционной системы. Вот в частности хориот, это именно по учету животных. Меркурий, это по выдаче и учету ветеринарных сопроводительных документов. Веста, по учету проб и выдаче результатов лабораторных исследований. И получается, что, я думаю, что не позднее первого полугодия вот эти все системы, в принципе, они сольются, они будут сведения из одной будут перетекать в другую. То есть для чего это нужна как бы взаимосвязь? Ну, вот Александр сказал, мы сейчас говорим именно о оперативности, о принятии решений. В случаях, если у нас возникают как бы заболевания, и есть система Серано, в той же федеральной государственной инфекционной системе, в случае, если возникает даже подозрение на заболевание, в эту систему вносится необходимое уведомление, и будут подтягиваться сведения из хариота. То есть оперативно ветеринарной службы мы будем знать, да, что здесь возникло у нас подозрение, допустим, на бешенство, на другое опасное заболевание, что в этом хозяйстве у нас находится столько видов скота, для того, чтобы в этом населенном пункте мы можем как бы все это проанализировать и оперативно как бы провести свои ветеринарно-санитарные мероприятия. То есть система служит, в принципе, еще как бы и для этого. Ну, если говорить простым языком, то будет вот отследить легко, если, например, произойдет какое-то массовое отравление продуктами, да, там в ресторанах, в кафе, или просто люди купили... Именно об этом как бы говорить. То есть мы сейчас говорим, допустим, очень часто контроль качества за мясом, да, находятся антибиотики. Антибиотики не пичкают непосредственно мясо, антибиотиками пичкают непосредственно животных или птицу, да. И в настоящее время... ...введение того, чтобы Меркурий и Хариотом были, ну, работали в одной связке, проследить полностью пока было невозможно. В будущем, я думаю, это уже как бы войдет в 2024 году, в этом, это уже недалекое будущее, по сути дела, в 2024 году ветеринарные сопроводительные документы будут основываться на сведениях, которых мы будем черпать именно из Хариота. Поэтому вот, особенно для владельцев, которые реализуют свою сельскохозяйственную продукцию, для них важно, то есть на них ветеринарный врач не сумеет оформить ветеринарно-сопроводительный документ, и они не сумеют реализовать свою продукцию, если, соответственно, изначально не были занесены животных в этот компонент Хариот. А до какого времени у владельцев животных есть время, да, повторяюсь, в этом году, чтобы вот внести все эти данные, и получить цифровую маркировку? Ну, как говорили, с 1 марта наступает уже обязанность, поэтому Сергей Александрович уже говорил, то есть уже 40% скота забито. То есть до 1 марта нужно... Нет, не до 1 марта, с 1 марта вступает в силу ветеринарных правил, а до 1 сентября необходимо будет занести животное. То есть вот он начал говорить в количественном выражении, то есть это 40% крыес, это уже более 80% свиней уже заведено промышленность, этого промышленного сектора. То есть все-таки сознательно подходит Ульяна? Ну, вот, я думаю. В принципе, мы сейчас сталкиваемся с добропорядочными гражданами, те, которые, ну, в принципе, нам не отказывают, как бы, и с кем у нас налажено уже давно сотрудничество, работают, в основном, как бы, люди это понимают. Конечно, есть, будет, наверное, определенная прослойка тех людей, которые, так скажем, будут в числе отказников, и это есть не только в нашем регионе, это в целом по Российской Федерации. Ну, здесь только работать с каждым индивидуально. У нас, как правило, процедурно это будет проходить после проведения ветеринарных противопезотических мероприятий. Вот массово они начинаются у нас весной, весенние противопезотические мероприятия, когда ветеринарные и врачи обходят подведомственную территорию, подворно проходят, и они уже, как бы, персонально говорят владельцам, будут объяснять владельцу о том, что, да, там, Иван Иванович, так, мы сделали вам прививочку, вот, а вашу прививочку надо будет потом внести в систему, а ваше животное еще, к сожалению, еще не замаркировано, не заберкировано, потому что я еще, как бы, еще добавлю, что компонент хориот состоит из двух частей. Это первое, это сведения, значит, о самом животном непосредственно, а вторая часть, из-за чего, как бы, это все, как бы, и мы стремимся сделать это побыстрее, это сведения о ветеринарных противопезотических мероприятиях, которые будут указывать именно ветеринарные врачи. То есть, потом в федеральную эту систему ветеринарный врач будет записывать, что вот этому, там, корове Ивану Ивановичу, условно говоря, проведена такая вакцинация, сделана такая деглиминтизация, и это будет все отражаться в этой системе. То есть, человек, когда будет перепродавать ли животное, как бы, реализовать, будь молоко, либо другую продукцию, эти сведения будут автоматически, как бы, подцепляться при оформлении ветеринарных проводительных документов. Ну, то есть, как вы сказали, что для санитарного врача не так много времени составляют внести в программу. Для ветеринарного врача. Для ветеринарного врача. Вносить мы тоже, мы тоже учимся, здесь нельзя говорить, что все так легко и безболезненно. А вот для владельцев тоже же не так долго все это... Нет, владельцы учитывая, что как-то не будет. Нет, я имею в виду, вот, не знаю, промаркировать, сообщить вам. То есть, это тоже же недолго все это по времени занимает? Да нет, конечно. По сути, мы сейчас и будем проводить маркирование сами тоже, в том числе. А есть ли какая-то ответственность для хозяев, вот в данном случае, например, КРС, которые не внесли своих коров в систему? Естественно, ответственность есть. Есть контрольные надзорные органы, в частности, по Рослихознадзор, которые будут проводить работу с теми. Но наша задача немножко как бы другая здесь. Не надо человека как бы пугать, наказывать то, что мы вас хотим понудить и привлечь к ответственности. Мы как бы в основном работаем как бы другим путем, для того, чтобы объяснить человеку, что это, в принципе, необходимо. Это необходимо. Вспомним даже вот заболевание африканской чумы свиней, в прошлом году, которое у нас прошло в Сурском районе. Да, и жители Сурского района, владельцы скота, свиней, тех, у которых изъяли этот скот, в силу правил, потому что другого как бы нет, для того, для локализации этого очага, животных изъяли, их уничтожили, а люди получили компенсацию за этот скот. Вот получается так, если эти животные не будут числиться в хариоте, значит, они не будут своевременно учтены. И это люди при возникновении, да не дай бог, конечно, оно случится, этого не надо, но все равно зараза гуляет рядом, в Суреновской области. Ну, нужно быть готовым. Нужно быть готовым, потому что это своеобразная страховка, для того, чтобы не было никаких вот таких вот юридических изъянов. Спасибо большое, что рассказали подробно про новые вот эти вот системы и нормативные акты. Дорогие зрители, ну а наша передача подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова